День 220-летия Пушкина сотрудники Центральной библиотеки провели акцию, цель которой – напомнить горожанам о таком важном в календаре праздничных дат событии. Они подготовили викторину, вопросы которой касались жизни и творчества великого классика. Как оказалось, жители города знают творчество поэта, знают его стихи, которые впервые услышали еще в раннем детстве. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет – давай улетим. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царицей, говорит одна девица, я б для батюшки царя родила богатыря. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все бродит по цепи кругом. Идет налево, петь заводит, направо сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, ну и так далее. Он легко учится, легко запоминается, дети его любят, с удовольствием читают. Участникам акции вручались буклеты. Все они рады были сфотографироваться с великим поэтом, роль которого исполнил участник театрального объединения «Балаганчик» Тимофей Полынцев. Он тоже прочитал стихотворение Пушкина. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная осень. Печальным шумом обнажалось, ложился на поля туман. Гуси крикли в караван, тонулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж до двора». Библиотекари отмечают, что в фондах библиотеки хранится очень много произведений Александра Сергеевича Пушкина. И что радует, книги пользуются спросом у читателей. «Читают и взрослые дети, спрашивают и по школьной программе произведений Александра Сергеевича. И просто для души, потому что его стихи легкие, ненавязчивые. И, конечно же, учат очень многому. Учат многому его сказки, доброму, справедливому. В числе книг, которые мы сегодня предлагаем в нашей акции, есть такая книга. Она называется «Пушкин. Родоначальник новой русской литературы». Издательство 1941 года. И сегодня мы показываем наши читатели, потому что такие книги не стоят в открытом фонде. Они находятся в читальном зале. У нас есть еще некоторые книги Александра Сергеевича. Раритетно это 1951 года издание. Который мы предлагаем нашим читателям посмотреть. Мы благодарим всех читателей, которые посещают нашу библиотеку. И, конечно же, приглашаем посещать наши акции, посещать библиотеку. Читать книги, больше читать книги. Потому что в книгах можно найти очень много полезного, интересного. И ждем мы всегда рады приходить к нам в гости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!